Сегодня команда ЕСНТВ вместе с исполняющим обязанности директора фирмы ННВ и кандидатом в депутаты на местных выборах в октябре от избирательного союза ИХВИКОТ Евгением Макаровым проехали по самым проблемным местам Волости ИХВИ. Евгений Макаров в данном сюжете рассказывает о болевых точках жителей Волости. Мы говорим о проблемных местах, такие как дороги Волости ИХВИ. На сегодняшний день я долгое время являюсь работником фирмы, которая занимается как строительством, так и обслуживанием, благоустройством как волосных, так и городских дорог многих самоуправлений ИДАВИРУМа. Также наша фирма весной этого года стала победителем в тендере на осуществление обслуживания дорог, принадлежащих государству во всем ИДАВИРУМ. И, естественно, имея определенный опыт, могу сказать, что на сегодняшний день в Волости ИХВИ имеется достаточно большое количество дорог с большой протяженностью, которые не соответствуют нормативным требованиям. И здесь я бы хотел начать с довольно далекого уголка нашей Волости, но не менее важного, чем окрестность дома волосной управы в нашей Волости. И уголок этот называется Виру Мария. Это садовый кооператив, который сегодня можно с уверенностью назвать поселком, так как здесь проживает достаточно большое количество семей, которые живут здесь круглый год. Сюда ведет дорога протяженностью около трех километров. Дорога грунтовая и, как мы видим, сильно разбитая. Проблема эта существует не один год. Жители Волости обращались в Волость для решения этой проблемы, но, к сожалению, ничего не добились. В самом же кооперативе дорога еще в более плачевном состоянии. Но, как ни странно, там когда-то был асфальт. Чтобы вы понимали, насколько там длинная дорога, дома, а нумерация домов начинается от одного и уходит далеко за 150. Основной же проблемой, которая здесь имеется, это нерегулярное сообщение школьного автобуса. Дети вынуждены ходить по нескольку километров из дома к трассе и обратно, чтобы добраться до школы домой. Происходит это все в темное время суток по лесной дороге, где, соответственно, могут находиться лесные животные. Также проблемой является передвижение машины скорой помощи в зимний период времени. Дорога не является приоритетной в плане обслуживания. Соответственно, чистится она не в приоритетном порядке. Но наша организация уже много лет во главе с основателем нашей фирмы, это Николай Васильевич Сипенко, в исключительном порядке чистит эту дорогу, скажем так, на своих началах. Нам не безразлична жизнь людей, которые живут не в центре власти, а живут по краям. Мы, Волость, обязаны решить проблему этих жителей. Это такая же часть Волости, как и все остальные. Далее я бы переместился уже ближе к центру, так как там также имеются довольно большие проблемы. Теперь мы передвинулись немножко ближе к сердцу нашей Волости. Сейчас мы находимся на проезжей части улицы Яма. Капитальный ремонт дороги производился около 10 лет назад. Тут укладывались как новые коммуникации, так и производилась укладка нового основания, нового асфальтового покрытия. Но что мы видим на сегодня? К сожалению, дорога практически полностью амортизирована. Здесь я вижу ряд причин. Первая причина – это, конечно же, безалаберное отношение местных чиновников на тот момент при принятии работ по строительству данного объекта. Вторая же причина – это то, что, как известно всем жителям Волости, эта дорога периодически течет. Ее необходимо закрывать при надобности для движения большегрузного транспорта. Сегодня мы видим, что здесь нанесена абсолютно свежая предразметка. Предразметка делается у нас для чего? Для того, чтобы впоследствии была нанесена уже постоянная разметка на полотно. Но полотно данной дороги амортизировано полностью. И я считаю, что это вновь бесполезно потраченные деньги Волости. Исходя из вышесказанного, предлагаю все-таки ввести Волости в своеобразный реестр в состоянии и качество дорог, Волости и тротуара. Вдобавок к этому предлагаю ввести внутренний регистр волосной недобросовестных подрядчиков, недобросовестных строителей, чтобы в будущем Волости не приходилось сталкиваться с ситуацией, когда в поставке участвует фирма, имеющая в своем составе 5-7 человек сотрудников, два полуживых самосвала, но которая выигрывает тендер на строительство многотысячный, на десятки тысяч евро, на миллионы. Я считаю, это неправильно. Третья остановка у нас городское кладбище. И хотелось бы также обсудить состояние дорог вокруг кладбища. Как мы видим сейчас, дорога, ее сложно назвать дорогой, это яма на яме. Но будем честными, скорее всего, перед предстоящими выборами, небольшой участок этой дороги был отремонтирован от улицы Раквери до Крематория, но это очень маленький участок и существенная часть дорог осталась в том же виде, в каком она и была. Как мы видим, совсем недавно была привезена асфальтная крошка. Опять же, это пыль избирателю в глаза. Хотят показать, что мы чем-то здесь занимаемся. Но могу вас уверить, что уже после этой зимы эта дорога будет ровно в таком же состоянии. Причиной, скорее всего, является то, что по этой дороге также движутся большегрузы. И решением этой проблемы я вижу следующий выход. Волость должна привлекать к ремонту этой дороги тех предпринимателей, чья деятельность касается движения по этой дороге. Мы не должны восстанавливать, ремонтировать дорогу за счет налогоплательщика. В этом должны также участвовать те предприниматели, бизнес-деятельность которых все-таки разрушает это покрытие. Ко всему этому хочу сказать, что в городе имеются также второстепенные дороги, о которых мы не должны забывать ни в коем случае. Совсем недавно была построена дорога по Пуру-Те, которая существенно сократила передвижение от Волости-Ихве до Ахминской части города Кохт-Лоярве. Но в связи с этим на второй план ушла дорога по улице Каре, дорожное покрытие которой было и так не совсем в хорошем состоянии. И не хотелось бы, чтобы о ней совсем забыли. Ведь иначе, если мы о ней забудем, она перейдет вот в такое же состояние. Помимо этого, не стоит ни в коем случае забывать про волосные дороги, которые находятся в отдаленных местах. Это такие как Эдизе, Кахула, Козе и так далее. В заключении хотел бы сказать, что все эти проблемы, которые озвучены, не только сегодня мною, но и всеми остальными кандидатами, придется все-таки решать депутатам уже нового созыва. И хочу призвать вас, не оставайтесь в стороне на предстоящих выборах. Придите и отдайте свой голос правильно. Проголосуйте, пожалуйста, за союз Йихвикат. Дело в том, что союз Йихвикат – это команда людей, которые каждодневно напрямую связаны с работой в социальной сфере, в сфере образования и спорта, юриспруденции, ну и, конечно же, в оказании коммунальных услуг. Это те люди, которые живут в этой волости, которые знают ее, которые, безусловно, любят. Это не те люди, которые приехали сюда из Сталина, из Юга Эстонии. Это не графья из Испании. Это не ставленники партии. Сделайте свой правильный выбор. Проголосуйте за Йихвикат. И, конечно же, еще одно мое пожелание – ни в коем случае не голосуйте за бегунков. Эти люди вас предадут в любой момент. Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok